В День защиты детей во всех городах и районах Кубани стартовал первый этап турнира по стритболу на Кубок губернатора Краснодарского края. Проходит он уже в 12 раз. В течение июня в турнире примут участие как дворовые команды, так и сборные спортивных школ. Соревнования состоятся во всех 44 муниципалитетах края. Валерия Сологуб в турнире по стритболу участвует третий год. Накопленный за это время опыт должен облегчить путь к победе, считает девушка. Мы готовились и, конечно, мы стремимся к победе. Позапрошлом году мы участвовали, к сожалению, в том году нам не удалось победить, но в этом году мы стремимся выиграть. Секубанский турнир по стритболу проводится с 2008 года. К слову, стритбол еще называют уличным баскетболом. Его можно также сравнить с воркаутом, фитнесом городских улиц. По статистике число поклонников этого вида спорта год от года растет. Считается, что турнир по стритболу – один из самых массовых среди детей и подростков. С началом соревнования участников поздравил начальник управления по физической культуре и спорту Александр Прищепа. Я желаю сегодня всем хорошей борьбы. Я желаю всем только побед, чтобы побеждал на нашей площадке сильнейший. Давайте похлопаем друг другу с вами вместе. Трибуны, я вас не слышу. Давайте похлопаем. Трибуны. И вот так в течение всех соревнований друг друга поддерживать, друг другу подсказывать. Должны быть эмоции, должны быть победы. Ну и может немножко огорчение кто проиграет. Успехов вам. Турнир проводится в четыре этапа. На первом борьба пройдет внутри городских и сельских поселений. Второй этап – районы, где посоревнуются лучшие команды поселений. На третьем этапе в семи зональных турнирах встретятся сильнейшие команды городов и районов. Лучшие попадут в финал. Кому предстоит защищать честь нашего района на краевом уровне, покажет время. Турнир продлится до конца лета. Тина Копачевская, Георгий Калинин. Программы События.